Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... но и родоплеменной структуры. Хотя она сохраняется еще очень долго, но уже будет определять основу духовно-политической жизни страны. Ну вот, вот такой вот сегодня как бы праздник. Ну, если вот честно, вести летоисчисление с хиджи начались лишь только год спустя, в период правления второго праведного халифа Умара ибн Аль-Хаттаба. При этом по велению халифа за отправную точку новой эры был взят не сам день прибытия пророка Медину, а первый мухаррам, первый день первого месяца. Того же года. Этот день соответствовал 16 июля 622 по юлианскому календарю. Вот в календарях такая мощная путаница, юлианский, григорианский, мусульманский. Ну что ж, у каждого народа пусть будет свой календарь. Ну, как бы время немножко есть, хотелось бы еще рассказать парочку анекдотов арабских. Ездил вот по Европе нефтяной магнат мусульманин, увидел девушку в гостинице, влюбился, пошел к ее родителям, просит руки их дочери. Говорит, очень люблю вашу дочь, и чтобы вы не горевали от того, что она живет в другой стране, я готов заплатить вам за нее золотом, сколько она весит. Вы понимаете, надо подумать, через месяц поговорим об этом. Это папа сказал. Шея, значит, уходит, мама говорит, и надо было думать. Вот мусульмане, гарем, туда-сюда, как там дочка будет? Отец говорит, нехер тут думать, откармливать дочь надо, откармливать. Афганистан. Идет мужчина, впереди него женщина. Эй, ты зачем женщину вперед пропускаешь? Коран так не велит? Эй, друг, когда Коран писали, мин еще не было. Иди, Зульфия, иди. Зульфия, иди. Иди, а дальше, самолет сел, еврей засовывает ноги в туфли и со вздохом говорит, и когда же все это кончится, это бессмысленная вражда. Вы наплевали мне в туфли, а я вам в чай насикал. Вот такая темка на сегодня.